Ночной патруль ГАИ объезжал город в рамках операции «Заслон». Автомобиль «Форд» остановили на перекрестке улиц Комсомольская и Коммунистическая. 23-летний водитель и его 19-летняя попутчица оказались жителями Курска. С ними побеседовали отдельно, с каждым, для того, чтобы установить цель их приезда в наш город. При беседе мы поняли, что они путаются в показаниях, то есть один говорит одно, другой говорит другое. Было принято решение доставить их в УВД город Староисков, так как у нас возникло подозрение, что данные граждане могут что-то перевозить в плане даже наркотических веществ. Профессиональное чутье не подвело. В отделе полиции девушка добровольно выдала 107 пакетиков с наркотическим веществом. Часть с производным метилфедрона, в народе именуемого «Соль», и часть со спайсом. Как выяснилось, пара работала курьерами. В Старом Осколе молодые люди планировали сделать закладки, за каждую из которых они заработали бы по 200 рублей. Две закладки куряне успели оставить в одном из подъездов в микрорайоне Лесной. Часть наркотиков оперативники изъяли в квартире, которую курьеры снимали в микрорайоне Макаренко. По словам задержанных, подобным промыслом они занимались с конца декабря 2014 года. В основном работали в Курской области. Старый Оскол приехали в третий раз. Сами они дают показания о том, что они являются потребителями наркотического средства, спайс, соли. То есть и потребляют, да. В связи с чем им впоследствии будет назначена судебная психиатрическая экспертиза. Пока возбуждено уголовное дело за приготовление к сбыту наркотических средств по производным метилфедрона. В дальнейшем еще одно по спайсу. Молодым людям грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В СИЗО они будут находиться до 5 апреля. По словам оперативников, обвиняемые до последнего всерьез не воспринимали происходящего, пока судья не зачитал приговор о мере пресечения. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Сотрудники ГАИ, которые задержали курьеров, получат премию.